Товарищи, слово предоставляется представителю международной марксистской тенденции, товарищу Ивану. Подготовится Степанов Родфронт. Здравствуйте, товарищи! Мы пришли сюда, на выборскую сторону, туда, где сто лет назад началась февральская революция. Революция, которая в течение трех дней охватила всех рабочих Петрограда и повела за собой солдат на свержение монархии. Это движение объединило всех рабочих. Я подчеркиваю, дело в том, что российский пролетариат был очень неоднороден в тот момент. Огромные различия в заработной плате. Очень низкое квалифицирование рабочих получали копейки. Казалось, что работодатель может стравить разные отряды рабочего класса. Но это не получилось совершенно. Вот здесь, вот отсюда, с тканских фабрик, которые здесь были совсем рядом, работницы, 8 марта в свой праздник, после митинга обеденного, который проводился по призыву различных социалов, по призыву большевистской партии, они пошли на улицы, начали забастовку и сняли рабочих Леснера, сняли рабочих Эриксона, квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих. Это было единство людей, которые получали копейки, единство людей, которые получали рубли. Революция была бы невозможна без единства рабочего класса, без единства мужчин и женщин, без единства китайских рабочих, которых здесь было в это время очень много, их привозили эшелонами из Китая и русских рабочих. Без единства финнов и русских, без единства немцев и русских, немцев и евреев, хотя шла война. И была целая политика по натравливанию русских рабочих на немецких рабочих. Но у них ничего не получилось, товарищи. Единство рабочего класса – это ключевой момент нашей победы. Враг всегда будет пытаться расколоть рабочий класс. Это его обычная политика. Пока рабочий класс разделен по профессиональному, по национальному признаку, он не может ничего, товарищи. Но как только он становится един, нет такой силы, которая может остановить рабочий класс. Потому что нет ни одной шестеренки, которая может повернуться без рабочего класса. Ни один трамвай в то время, а теперь ни один вагон метро не может двинуться без рабочего класса. И это продемонстрировали рабочие петроградские страны в феврале 2017 года, когда в течение четырех дней все 400 тысяч рабочих Петрограда вышли на улицы. Не просто вышли на улицы, они продемонстрировали решимость, волю к победе и радикализм. Это тоже важно, потому что никогда солдаты гарнизона не перешли бы на сторону рабочего класса, если бы не видели его готовность бороться до конца, его готовность умереть за свои идеалы. Вот здесь, в 50 метрах отсюда, 25 числа, рабочие Лесна растащили с лошади и зверски избили начальника 5-го отдела полиции Санкт-Петербурга по выборской стороне, полковника Шафирова. Это был первый шаг превращения массовой стачки в революцию. И в этот момент казаки, солдаты поняли, рабочие этот раз не остановятся, рабочие этот раз не отступят, они пойдут до конца. И как только солдаты увидели, что их не бросят перед лицом военных трибуналов, что рабочие не разойдутся по своим домам, не разойдутся по своим заводам, оставив их на растерзание карателям, они встали вместе с ними в один ряд. И уже через два дня здесь, через Малександровский литейный мост, прошли колонны волынцев, прошли колонны литовцев и измайловцев для того, чтобы снять жандарские засады, для того, чтобы отогнать верное правительству подразделение московского полка и вывозить выборскую сторону от царизма. А вслед за этим были освобождены и другие цатрафы, монархи и другие районы города. Главный урок февраля очень прост. Мы должны быть едины, мы должны быть непоколебивы, решительны и идти до конца. Так победим, товарищи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!